С памятью о прошлом и заботой о будущем. В Белгороде начала работу православная выставка «Ангел Святого Белогорья» и развернулась благотворительная акция «Белый цветок». Людмила Столярова с подробностями. Маршевая музыка в исполнении военного оркестра и строй воспитанников военно-патриотических клубов с портретами павших героев. Еще на пороге выставочного центра посетителям выставки напоминают, в следующем году исполнится 75 лет со дня Великой Победы. Предстоящий юбилей и стал темой девятой ежегодной православной выставки «Ангел Святого Белогорья». Это наш отчет пред Богом и пред теми, кто не дожил до сегодняшнего дня, но совершил Великую Победу. Мы отчитываемся за свою жизнь. Сегодняшняя выставка – это уже многолетняя достойная веха и в культурной, и в духовной, и в патриотической жизни нашего Святого Белогорья. На самом деле, тот стержень духовный, с которым будем жить все мы, он нас скрепляет на благо процветания нашей любимой земли, нашей дорогой страны. Эта выставка традиционно проходит в дни воспоминания годовщины канонизации святителя Иосафа. Это он – ангел Святого Белогорья. Мачта корабля под одноименным названием приглашает гостей совершить путешествие по святым местам Иерусалима, Палестины, Греции и других стран. Экскурсию для посетителей в день открытия провел протоиерей Павел Вейнгольд. У меня просто глаза разбегаются, красотища. Сегодня Украина по Рапе, тут белый приход приехал. Всего на выставке представлено более ста экспонентов. Традиционно в ней принимают участие не только церковные, но и светские учреждения. Это музеи, общественные организации и вузы. К слову, именно к молодежи обращаются организаторы. Каждый из нас на выставке получил вот такое письмо. Письмо победителя. И в нем простые слова. Храните победу, как зеницу ока. То есть не отдавайте на растерзание нашу историю. Но белгородская молодежь не только чтит память павших, но и заботится о будущем тех, кто нуждается в помощи. Вот уже седьмой год подряд студенчество региона принимает активное участие в проведении благотворительной акции «Белый цветок». Она началась с крестного хода. Ярмарка и выставка продажа развернулись на территории Белгородского госуниверситета на площади перед УСК Светланы Хоркиной. Здесь по традиции свои поделки и изделия представили учебные заведения города и области. Все средства, вырученные от продажи, будут перечислены в фонд «Цвятое Белогорье против детского рака». Мы ведем некий отчет. За 7 лет проведения «Белого цветка» в России было проведено порядка 90 мероприятий в 20 городах России. И за это время собрано порядка 90 миллионов рублей. Белгороду принадлежит 25% от общего сбора. Поэтому тот масштаб, тот размах, та искренность и та глубина проведения и хранения этой акции в Белгороде заслуживает всяческого уважения и внимания. Оказать посильную помощь больным детям в этот день пришли сотни белгородцев. За символические суммы они охотно приобретали украшения, сувениры, принимали участие в мастер-классах. Потому что это доброе дело. И кто, если и мы, поможем этим детям? Мы приучаем наше младшее поколение, что надо делать добро. Для меня это просто счастье помочь детям. Общество так развивается, что куча разных технологий, куча разных новых вещей. Но есть вещи, которые традиционные, святые, в частности, милосердие. В городе Белгороде эта акция стала не просто ежегодной, традиционной, она ширится и расширяется. В этой акции принимают участие все учреждения бюджетной сферы. Это дошкольные учреждения, это учреждения образования. Мы не просто собираем деньги для больных детей. Мы, пользуясь вот этим, говорим о том, что такое вообще добро, что такое милосердие. А здесь уже желающим приобрести плоды творчества приходилось отдавать гораздо большие суммы. В рамках акции «Белый цветок» в Мастерславле прошел благотворительный аукцион. Стартовая цена лота – 25 тысяч рублей. Белгородские предприниматели не скупились. 58, дорогие друзья, 19, а 19, 59 тысяч рублей. А 19, 60 тысяч рублей. И наше предприятие постоянно учается в таких марафонах. Считаем, что это абсолютно правильно. От чистого сердца, от души. Надо помогать нашим, тем более больным детям, нашей Белгородщины. Участие в аукционе приняли более 30 представителей бизнеса. Для многих благотворительность – одна из форм социальной ответственности. Предприниматели помогают детским домам, малоимущим семьям. Для бизнеса, в принципе, интересно заниматься благотворительностью, абсолютно добровольно. И зачастую люди, которые хотят принести какую-то пользу в финансовом плане или в каком-то еще, они не могут этого сделать. Потому что в детский дом отнести вещи, нужно их где-то там в специализированном учреждении постирать, доказать, что они хорошие, чтобы их приняли и так далее. А здесь замечательная многолетняя акция «Белый цветок», в которой могут принять все желающие свое участие, внести свой вклад в здоровье, выздоровление детей. Акция «Белый цветок» – это целый марафон. Он не ограничивается ярмаркой продажи и аукционом. Денежные средства в помощь тяжелобольным детям неравнодушные белогородцы перечисляли на счет фонда «Святое Белогорье против детского рака». Уже второй год средства, собранные с акцией «Белый цветок», идут на помощь нашим подопечным детям с онкогенатологическими заболеваниями. И на самом деле это очень ценно, потому что благодаря этой акции удается оплатить лекарства, дорогостоящие для детей на год. Ну, это жизнь. Акция «Белый цветок» продолжится до конца сентября. Мероприятия пройдут в учреждениях и предприятиях Белгорода и других муниципалитетов региона. Реквизиты для перечисления денежных средств в фонд «Святое Белогорье против детского рака» вы видите на экране. Людмила Столярова, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.